Президент ТПРФ Сергей Катырин провел заседание правления торгово-промышленной палаты России. Главная тема заседания – об участии торгово-промышленных палат в развитии лесопромышленной отрасли России. С основным докладом выступил вице-президент ТПРФ Владимир Подалко. По его словам, вынесение данной темы на столь высокий уровень стало инициативой снизу. Россия является крупнейшей мировой лесной державой. На ее долю приходится пятая часть мирового лесного покрова. Вклад ЛПК в ВВП России в 2021 году составил менее 1%. Лишь к 2030 году, согласно стратегии развития лесного комплекса, предполагается увеличение этого показателя до 1,5%. При этом в советские времена этот показатель в 70-е годы составлял 4-6%. Занимая первое место по площади лесов, мы только пятые по лесозаготовке. Из-за неразвитой инфраструктуры осваивается менее 50% в расчетной лесосеке. Только представьте, какой потенциал отрасли сегодня не реализуется. Понимая всю сложность задач, стоящих перед отечественными ЛПК, Палата уделяет этому направлению пристальное внимание. Для отрасли, подчеркнул Владимир Падалко, необходимо решить целый ряд актуальных вопросов. Наряду с формированием системы лесопитомников в каждом лесном регионе, необходимо создание в отрасли импортозамещающих производств, диверсификация эксплуатируемых транспортных коридоров для поставок лесопромышленной продукции, в том числе за счет освоения азиатского, арабского и африканского направлений. Безотлагательными являются принятие стратегии развития машиностроения с установлением опережающих темпов локализации производства и решение проблемы хронического кадрового дефицита в отрасли. И последнее. Экспертами отмечается, что проблемы отечественного ЛПК в значительной части зачастую обусловлены несистемностью принимаемых мер по развитию отрасли и отсутствием координации между регуляторами. Отраслевым сообществам в течение длительного времени поднимается вопрос о едином федеральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику и нормативно-правовое регулированное в лесной сфере. Возможно, стоит еще раз подумать над этой темой. Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров в своем выступлении поддержал инициативу создания единого федерального органа государственного регулирования отрасли. В результате многочисленных административных реформ, заимствованных во многом из наших западных так называемых партнеров, Министерство лесной промышленности, как мы все знаем, было ликвидировано. При этом почти во всех лесных регионах существует единый орган в виде либо Министерства, либо Департамента лесной промышленности и лесного хозяйства. По-видимому, как правильно было сказано, настало время восстановить единый федеральный орган управления лесной промышленностью и лесным хозяйством. О логистических проблемах отрасли рассказал заместитель генерального директора Акционерного общества Архангельский целлюлезно-бумажный комбинат Николай Кротов. Акцентированное смещение основного вектора поставок на Восток спровоцировало логистический коллапс по движению грузов на Китай. Проблема логистики – это ключевая проблема в той непростой ситуации, в которой сегодня находится наша отрасль. Для комбинатов, в первую очередь из европейской части страны, изменение логистических цепочек поставок привело к существенному увеличению сроков, расстояния и стоимости перевозки продукции от завода до конечного покупателя. Эти факторы с начала марта 2022 года вызвали лавинообразный рост ставок морского фрахта и ставок на мультимодальные контейнерные перевозки, а также резкое снижение количества доступного флота из-за санкций против российских судовладельцев и отказа европейских компаний и контейнер-перевозчиков работать с грузами из России. Даже на традиционных направлениях по сравнению с четвертым кварталом 2021 года доставка грузов в контейнерах из Архангельска в Китай выросла более чем в два раза, а стоимость перевозки в страны Северной Африки более чем в полтора. В свою очередь президент Акционерного общества Дядьковский деревообрабатывающий завод Сергей Авдеев указал на проблему острой нехватки фурнитуры для мебели. Какие проблемы и возможные варианты поддержки отрасли? Ну, самая большая проблема у нас, по-моему, это нет фурнитура. Мы сегодня фурнитуру в основном берем, это немецкие компании, австрийские компании. Вот, на сегодня там компания Блюм, одна из ведущих, она полностью ушла с России. Компания Хетих, она пытается все-таки как-то идти навстречу, но такое ощущение, что ее додавят там, и они переставят это поставлять. Мы, конечно, ищем альтернативные пути, как все компании. Мы ищем и турецкие, мы ищем и Индия, и Китай. Сейчас вот это все вопросы прорабатываются. Сенатор Российской Федерации Татьяна Гигель выступила на заседании правления в формате ВКС. Я очень благодарна, еще раз хочу сказать, торгово-промышленной палате в том, что мы с вами рука об руку практически объехали уже многие субъекты Российской Федерации. Причем мы совещание все проводим в практической плоскости с участием всех боевых и, самое главное, с теми людьми, которые работают в этой отрасли, в регионах. И сегодня эта площадка такая востребованная, и она дает нам право, а просто, можно сказать, в таком скором, быстром порядке принимать решения, которые необходимы для отрасли. В обсуждении приняли также участие заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, вице-президент Союза лесопромышленников и лексоэкспортеров России Евгений Кесарев, начальник отдела государственной политики в ЛПК Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Елена Познякова. Подводя итоги обсуждения, Сергей Катерин отметил. Мы обобщимся о том, что у нас к нам поступило и сегодня дискутировалось, и рассортируем, что называется, по ведомствам в правительство, и соответствующее обращение подготовим, направим. Ну и проинформируем тех, кто с нами в этом направлении постоянно работает, Совет Федерации, других коллег о полном комплексе наших предложений, которые мы будем отправлять. В ходе заседания и правления были рассмотрены еще несколько вопросов. Среди них о приеме в члены ТПП РФ и об исключении, о согласовании кандидатур на должность единоличного исполнительного органа нескольких территориальных ТПП, о председателе Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики, о наградах ТПП РФ и внесении изменений в базу данных членов ТПП России. После завершения заседания правления мы попросили председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николая Макарова прокомментировать результаты обсуждения основной темы. На заседании правления ТПП РФ главным вопросом стало развитие и проблема лесного комплекса страны. Почему именно эта отрасль привлекла такое большое внимание на заседание правления? Смотрите, ну, на самом деле, насколько я знаю, впервые вопрос лесной промышленности вышел на повестку дня заседания правления. Это такое достаточно знаковое мероприятие, вы видите сами по кругу людей, вовлеченных в обсуждение этого вопроса, по степени заинтересованности. В самом деле, лесопромышленный комплекс, о чем было сказано сегодня, это огромный потенциал нашей страны. Нас сегодня в чем только не обвиняют, в различных зарубежных средствах массовой информации и так далее, но точно нельзя отнять у нас того, что Россия – великая лесная держава. Более четверти лесных ресурсов мира, 27%, 27,5% сосредоточено в России. И этого у нас не отнять. Другой вопрос, что мы должны выйти на другой качественный уровень эксплуатации, восстановления этого богатства и производства, соответственно, всех видов продукции. Потому что те страны, которые у нас учились всегда, допустим, Китай, и учились и техники, и технологии, и студенты учились, они сегодня нас в отдельных аспектах опережают. Они нас опережают в машинах и оборудовании, и в механизмах для лесозаготовки и лесопереработки. Они нас опережают по технологиям. Опять же, взяв наши технологии, наши разработки, которые по тем или иным причинам мы бросили в конце 80-х, в 90-е годы, сегодня они нам уже их предлагают. Вот что самое интересное. Я считаю, что мы должны вот этот разрыв сократить и двинуться вперед по всем нашим направлениям. По лесопользованию, лесовосстановлению, лесозаготовке, механической, химической переработке древесины. Ну и, соответственно, все это связано с кадровым обеспечением этого процесса, с лесным машиностроением. Вот такой комплекс вопросов сегодня был обсужден в направлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова